Андрей Пкачёв Голова первая В школу я пошёл вместе с Эйко. Пришёл в Дадзё я за час до отправления, так что мне удалось урвать 40 минут на сон, а потом пришлось поспешно приводить себя в порядок и сопровождать девушку в школу. Хоть в этом был какой-то правильный распорядок вещей. «Что, Адриан, мастера покоя не дают?» – проявила обеспокоенность Эйко, когда после перескакивания на тему уроков я вдруг вспомнил, что не сделал некоторые обязательные задания, которые теперь придётся спешно решать до начала, собственно, самих занятий. «Надеюсь, там ничего сложного, да и Эйко мне поможет в случае чего. Пусть я предпочитаю всё делать и сам. Пусть многие из этих знаний мне в жизни никогда не пригодятся, но кто знает, когда именно их мне будет не хватать в критический момент. Тем более, на память я вроде не жаловался. Пока, по крайней мере». «А там, глядишь, несколько спаррингов с мастером Дорном и действительно ночну. По голове мне всё же прилетает часто, благо здоровье позволяет справиться». «Решили начать проводить мне ещё и ночные тренировки. Не вдаваясь в подробности, поделился я. Так что я совсем не спал и вот боюсь, как бы на занятиях не вырубиться». «Похоже, хотят натренировать тем самым твою выносливость», – задумчиво прояснесла девушка. «Порой мастерам требуется не спать несколько суток, чтобы достичь поставленной цели, и пара бессонных ночей под контролем наставника может помочь тебе лучше приспособиться к подобному. «Это полезный навык, который позволяет остаться в живых, когда нет много времени на отдых», – с умным видом заключила она. «Ты тоже проходила через подобное», – заинтересовался я, так как уже больно сознанием дела говорила Эйка. «Ты же знаешь, что о подобном я не могу говорить», – улыбнувшись, покачала головой она. «Да, прости», – почесал я затылок. Несмотря на то, что в Дадзё я провожу как бы не больше времени, чем дома, но я ещё ни разу сам не видел тренировки Эйка. Понятно, что с таким дедушкой, как со старейшиной, она занималась боевыми искусствами с детства. Но вот что именно она делала, для меня оставалась большой тайной. Впрочем, и Эйка не влезала в мои тренировки, мастера говорили, что это для нашей же безопасности. Но, как я думаю, это чтобы не уничтожать мою самооценку, которая только недавно стала крепнуть, ведь успехи в тренировках были. С другой стороны, узнал бы я, как она тренировалась и что бы это мне дало, у нас совершенно разные базы и методы совершенствования. Да и то, что я прохожу с наставниками, ей, возможно, уже не надо. Всё же разные подходы и разная наследственность, что тоже сказывается на типах тренировок. Да и нагрузки нам бы разные давали. Школа встретила нас, как всегда, потоками учеников, которые то одиночками, то группами стремились в стены учебного заведения. Правда, справедливости ради стоит уточнить, что очень многие из ребят приезжали на машинах, и в особенности это касалось клановых. За приездом клановых учеников вообще в первое время мне было очень интересно смотреть. Всё же не так часто можно увидеть люксовый автомобиль, который начищен до такого блеска, что кажется, что он отражает свет. Да и то, что, казалось бы, обычным школьникам кланяются сурового вида мужчины и женщины, а те воспринимают это как должное, выглядело в первое время довольно неоднозначно. Ну ничего, я быстро к подобному привык, как, собственно, и остальные учащиеся. Пусть в нашей школе учились не прямо звёзды кланов, но всё-таки это определённо поднимало её престиж. С другой стороны, клановые учащиеся в стенах заведения были равны с остальными учениками и также могли не суметь ответить на вопрос учителя, плохо подготовившись к занятиям, или же наоборот, оказаться наверху рейтинга успеваемости. Но вот с последним у нас всё было довольно строго, и учителя внешне не делали различий между простолюдинами и клановыми. По крайней мере, ни один ученик или родитель не сумел заметить их в предовзятом отношении к своим подопечным, скандал бы тогда точно поднялся. Единственное, что клановые ребята всё же держались по большей части учеников из собственного же клана и очень тяжело шли на контакт. Но тут, наверное, больше виновата специфика воспитания, да и, как правило, такая отчуждённость наблюдалась только у новичков. А те, кто учатся с нами не первый год, перестали изображать из себя ледышек, которые ничем вокруг не интересуются, кроме учёбы. Тем более, клубная деятельность, обязательная для всех учащихся, заставляла их контактировать как с обычными учениками, так и с представителями других кланов. И вот спустя год-два учёбы можно было увидеть смешанные группы учащихся, которые живо обсуждали какую-то важную для них проблему, не обращая внимания на статус каждого отдельного участника этой группы. Причём всё устройство в нашей школе учениками воспринималось вполне нормально. Ну а я, своей частью другого «я», возникшего после моей смерти, в первое время смотрел на это по-новому и удивлялся. Просто не сразу пришло понимание, что, по идее, клановые ученики в большинстве своём обучаются в рамках своих кланов, и, может, только во время поступления в высшие учебные заведения пересекаются с другими людьми, в том числе и с представителями других кланов. Тут же, по сути, все дети и со столь раннего возраста мы учимся взаимодействовать друг с другом. Ну и ещё одно удивление вызвало то, что с нами обучались в том числе представители кланов, которые, по сути, территориально были представлены в нашей империи чем-то вроде филиалов. С другой стороны, ведь они здесь работали и жили, а значит, у клановых могли также спокойно появляться дети, которых необходимо было куда-то направить на учёбу. В нашем же регионе данная школа считалась одной из лучших, так что неудивительно, что часть таких ребят направили именно сюда. Да уж, чего только не начнёшь думать после бессонной ночи. Даже не ожидал от себя, что ударюсь в подобный анализ обстановки в школе. Практически у самых ворот в школу мне на глаза попался Кесо Арден. Глава клуба спортивной борьбы был хмур и сосредоточен на своих мыслях настолько, что даже не замечал, как расталкивал замешкавшихся школьников и лишь тихо бурчал им в ответ свои извинения. «Какой-то Кесо сегодня не такой», – заметило его необычное поведение Эйка. «Я, помимо прочего, ещё успел разглядеть новые сечки на его лице и перебинтованные кисти рук. Похоже, мой одноклассник всё же не выдержал и сам пошёл разбираться с теми, кто напал на других членов клуба. Вот только я до сих пор считаю, что это для него тупиковый путь». Всё равно мы не знаем, кто именно напал на ребят, а избивать всех встречных малолетних бандитов на своём пути – это не выход. Тем более, как показала вчерашняя ночь, среди них могут попасться ребята не понаслышке знакомые с боевыми искусствами. С учётом же того, что улица обычно учит действовать, несмотря на правила, то всё это может закончиться для Ордена довольно печально. «Мне надо его поймать до того, как уроки начнутся», – извиняюще посмотрел я на Эйка и та согласно кивнула. «Вот чем мне нравится эта девушка, что ничего подробно объяснять не надо, сама всё прекрасно понимает. Так что ещё раз извинившись перед ней, я рванул вслед за кесом, мягко обходя поток учеников. Тут даже отчасти пригодились мои вчерашние похождения, так как там очень быстро учишься уклоняться от тел нападающих на тебя парней и девушек, если не хочешь, чтобы они задавили тебя числом. Правда, там я ещё был нацелен на то, чтобы уменьшить количество преследователей, так что в этот раз проходил сквозь толпу куда быстрее. И всё же перехватить Ордена до входа в школу мне не удалось. Парень двигался уж слишком быстро, благо я знал, куда мой одноклассник направится в первую очередь, ведь до начала занятий было ещё несколько минут. Все приходили немного пораньше, чтобы не оказаться среди опоздавших и, возможно, успеть разобраться с домашкой, которая не далась дома самостоятельно. Коридоры были ещё не так сильно заполнены учениками, так что здесь можно было не опасаться с кем-то случайно столкнуться. И уже спустя минуту я был у входа в клуб спортивной борьбы. Как его глава, Кеса часто заходил сюда с самого утра, чтобы проверить на месте ли весь инвентарь и проверить запасы, необходимые для тренировок. Если успеть всё подметить сразу, то расходники могут пополнить как раз до прихода основных членов клуба. Для этого достаточно главе оставить заявку на школьном портале, и администрация самостоятельно восполняла всё запрошенное. Делу развития клубов, особенно спортивных направленностей, здесь уделяли пристальное внимание, и такое обеспечение необходимым для дальнейшего развития учеников в выбранном ими направлении не было чем-то столь уж удивительным. Стоило только подойти к двери, как стали слышны звуки ударов обо что-то тяжёлое. И я, насколько возможно, тихо приоткрыл дверь, воспользовавшись моим пропуском участника клуба, и также тихо закрыл двери за собой. Впрочем, можно было и не стараться действовать так осторожно, так как Кеса, аккуратно сложив школьную форму и оказавшись в отнек-шортах, дубасил одну из груш в тренировочном зале. Заодно можно было увидеть на его теле множество гематом и ссадин, будто на парня напали сразу с нескольких сторон, и из-за этого он пропустил несколько ударов. Грудь его туго была перетянута бинтами, но не было видно, что это как-то сковывает его движение. Причём Орден был полностью поглощён этим процессом, и, похоже, совсем не замечал ничего иного, кроме груши, а точнее, того, что он видел вместо неё. Со слишком сильными эмоциями он бил в неё, используя весь свой арсенал ударных техник. Некоторые из них даже, на мой взгляд, были довольно опасными для противника и явно не относились к спортивной борьбе. Скорее, такими ударами ломают конечности, а не пытаются заработать дополнительные очки во время спарринга один на один. Если будешь бить с таким же замахом, как сейчас, то можешь повредить связки на руке, произнёс я в момент возникшей паузы, когда мой одноклассник пытался восстановить сбитое напрочь дыхание. Уже то, что он сейчас задыхался, говорило о том, что Кеса не слишком-то хорошо сейчас соображает. Всё же дыхание – основа для бойца, в какой бы дисциплине он ни выступал, и так просто его сбить можно, только полностью отключившись от происходящего и дав волю своим эмоциям, а не разуму, который всегда должен оставаться ясным у вставшего на путь боевых искусств. «Как ты?» – обернулся, чтобы посмотреть на меня Кеса. «Ах, да! Пропуск члена клуба!» «Он открывает дверь, даже если её заперли», – кивнул я. По большей части двери в клуб всегда были открыты, как для участников, так и для желающих посмотреть на то, как тренируются другие, ведь это может подтолкнуть их к переходу в другой клуб. Последняя не совсем приветствовалась, но в целом не запрещалась, ведь интересы у ученика могут меняться с течением времени, да и многие посвящают достаточное количество времени для поиска себя, так что некоторые метания из стороны в сторону всё же возможны. Так вот, всё это было доступно, если глава клуба своей личной карточкой на входном терминале не закрывал доступ всем, не входящим в клуб. Это делалось, когда необходимо было обсудить какие-то моменты только в рамках членов клуба, и, например, когда этого не следовало выносить за рамки стен клуба. Совсем запретить вход Орден таким образом не мог, и только по этой причине для меня не составило проблем оказаться внутри. «Так вот, если продолжишь и дальше наносить рукой такие удары, то тебе придётся обратиться в скором времени в медчасть», повторил я ранее произнесённое. В самом начале парень мог меня не услышать, погружённый в собственные мысли. «Ты же не хочешь из-за подобных травм пропустить соревнования этого учебного года? Всё-таки они для тебя последние». «Адриан, они пойти ли тебе?» – вспылил Кеса. «Мог бы и пойти», – согласно кивнул я. «Но ты действуешь слишком неосмотрительно, когда сам должен подавать пример членам своего клуба, в том числе и мне», – развёл я руками. Я подошёл к шкафу с бутилированной водой и бросил одну из бутылок к главе клуба. Разумеется, он её поймал, но я успел заметить, как скривилось лицо Кеса при этом, значит, уже успел немного повредить руку, либо это последствия вчерашнего. Может, расскажешь, что именно произошло и почему ты в таком состоянии? А то до занятий осталось всего ничего, а тебе ещё надо успеть принять душ. Я не хочу об этом говорить», – буркнул парень, потирая свои кулаки. До крови не дошло, но, похоже, костяшки после столь яростных ударов начали побаливать. И всё же, твёрдо продолжил я настаивать на своём. Делал я это просто потому, что видел, что ещё немного, и Орден вполне может сорваться с нарезки, и тогда может произойти что угодно. Как-то слишком близко к сердцу мой одноклассник принял то, что часть его команды оказалась избита какими-то хулиганами. «Лучше расскажи, чем вымещать всё, что у тебя накопилось, на ни в чём не повинной груши». «Адриан, ты ведь не отстанешь», – устало выдохнул Кеса. «Но ты же от меня не отстал», – усмехнувшись, ответил я на это. «Можешь считать это моей маленькой местью». Субтитры создавал DimaTorzok